Испытай экстраординарные эмоции с MarathonBet, заключай пари на результаты матча чемпионата мира по футболу и участвуй в розыгрыше электрокара Tesla. Переходи по ссылке, присоединяйся и получи свой билет в будущее. Всем привет! Меня зовут Даша Исаева и сегодня мы поговорим с вами о том, почему сборная Аргентины и Лионель Месси вновь провалили крупный турнир. Недавний матч с Хорватией стал одним из самых худших в истории сборной Аргентины в 21 веке. Это был просто катастрофичный футбол. Конечно, еще не все потеряно, но, похоже, Аргентина снова пролетает мимо крупного турнира. Причин этого просто куча, но давайте разбираться по порядку. Во-первых, Хорхе Санпаоли не понимает, какой футбол реально нужен его команде. Надо играть через Месси. Да, это эгоистично, но так правильно, когда в твоей команде играет такой футболист. Надо создавать все условия, чтобы он принимал мяч в удобной для себя позиции и стягивал на себя соперников. Но ни в коем случае нельзя заострять игру именно на нем. Нужно действовать более грамотно и лаконично. Месси идеальный снайпер, но, естественно, если вооружить его рогаткой или палкой-копалкой, то и он может сыграть как бич. Аргентина не давила. Не хватало бодрой командной работы и по-настоящему крутых скоростей, которые мы хотели бы видеть от исполнителей такого класса. Конечно, частично разобранность команды можно списать на высокий возраст этой сборной. Это главные старики чемпионата мира. Некоторые думают, что, возможно, если бы Мауро Икарди поехал сейчас на чемпионат мира, то сборной Аргентины было бы лучше. Но я вам скажу, что нет. Мауро Икарди это человек совершенно другого типа. Это игрок, который играет в командах оборонительного стиля, которому не нужно играть в тот футбол, который должен был бы сейчас быть у Аргентины. Аргентина сейчас должна была играть максимально широко и остро. Но она этого почему-то не сделала. Удивительно, что самый бодрый, но и реально неуместный прессинг оказывали латерали Аргентины. В те же моменты, когда, к примеру, сборная Хорватии во втором тайме стала реально прижимать всю сборную к воротам, Аргентина почему-то спасовала, прижалась и так ей было нормально. Индивидуальные ошибки обороны под прессингом просто похоронили сборную Сан-Паоли. Это было просто ужасно, невероятно. И я сейчас говорю не только о этом курьезном голе, который пропустил Кабальера, а в целом об игре всей оборонительной линии. Давайте не будем дружно закидывать бедного Вилли Кабальера камнями. Да, он реально очень стрёмно сыграл в этом моменте и голкипер такого уровня должен был брать этот мяч. Но тем не менее, чувак реально попал в сборную в самый последний момент. За три недели до чемпионата мира травмировался Серхи Ромеро. И, естественно, у Вилли Кабальера, который, кстати, провел всего лишь три матча в английской премьер-лиге, не было особо выбора. Тебя призвали в сборную, ну что ж, вперед. Команде не хватает ширины в билдапе. Тройка центральных защитников Талифико, Атаменди и Меркада действует слишком узко и близко к воротам. А фланги Акуна и Сальвия, ну не слишком так активны, чтобы компенсировать минус одного игрока в полузащите. Хорваты Рэбич и Перешич регулярно прорывали пространство между центральными защитниками и флангами. Оба фланговых защитника слишком увлекались прессингом и, конечно же, пропускали игроков себе за спины. Из-за плохого движения слишком часто оголяла зона перед тремя центральными защитниками. Именно поэтому хорватам очень легко было атаковать и наносить удары с довольно близкой дистанции, несмотря на то, что тройка игроков казалась довольно сильным блоком. Нельзя оправдывать этим неудачи, но, тем не менее, Лео Месси сейчас испытывает просто колоссальное давление. На него давят отовсюду. Он реально более популярная фигура, чем любой, предположим, из президентов и так далее, потому что Лео Месси — это настоящий культ. Не подумайте, пожалуйста, о нем плохо, но он выкупил все дома рядом со своим. Его соседи там, грубо говоря, продавали места с видом на Лео Месси, чтобы те смогли его сфотографировать, подсмотреть за ним и так далее. Это тот человек, которому необходим какой-то душевный комфорт. Поэтому сейчас, когда он снова приехал в Россию, и тут на него оказывается такое давление, когда вокруг столько внимания, конечно же, возможно, он спасал и из-за этого тоже. После матчевого интервью Хорхеса Паоли сказал, «Общие недостатки в командной химии не позволяют Месси раскрыться в сборной Аргентины». И в ответе за это тренерский штаб в этом же интервью он несколько раз подчеркнул важность первого пропущенного гола. Да, конечно, он был совершенно идиотский, но тем не менее, «Камон, Хорхеса Паоли, ты сам выстроил эту плохую, очень плохую защиту, ты сам поставил этого вратаря». Да, мы все понимаем, что у тебя нет лучше, но тем не менее, зачем сетовать на этот гол, если ты сам понимал, что так возможно? Паолу Дебала как-то сказал, что рядом с Месси играть невозможно, только потому, что великое искушение отдать ему мяч в руки добровольно. Игра Аргентины и правда сконцентрирована на одной персоне, на левом Месси, но все это выглядит слишком предсказуемо, потому что Месси сам предпочитает играть больше по центру, и, естественно, все мячи идут вперед. Соответственно, фланги оголяются, и бездарные латерали, которые там копошатся, они ничего не могут предпринять, кроме совершенно очевидного для них, это прессинга центральных защитников, который, собственно, не особо нужен в моменте позиционной атаки соперника. В Барселоне он за матч делает в среднем 6 ключевых передач, 11 обводок с успешностью в 68%. Он участвует в 19 единоборствах при 53% успешности. Ну а на чемпионате мира его показатели упали, и это связано не только с тем, что с Исландией реально было играть легче, чем с Хорватией. В матче против Исландии Аргентина нанесла 27 ударов, 15 из них были издали. Знаете, кто нанес 7 из них? Правильно, Лео Месси. Хотя, почему правильно? Обычно он столько не бьет. Окей, давайте сделаем скидку на то, что 3 из этих дальних ударов Леонели Месси из 7 были нанесены после стандартов. Но, тем не менее, это довольно удивительно видеть такое количество дальних от человека, который обожает возиться с мячом. Он любит проходить с мячом вперед, так почему же он бьет издали? Хорвата Месси пробил всего лишь раз. Да, из вратарской, но один удар от Леонели Месси за матч, что с ним происходит? За последние 25 минут матча он коснулся мяча всего 6 раз. Реально, в тот момент всем казалось, что он куда-то исчез, потому что такое поражение нависало над сборной, и, наверное, все аргентинцы уже понимали, что для них это настоящий конец. Но ведь он лидер. Они должны чувствовать его поддержку, они должны чувствовать огонь от него в такие моменты. Есть версия, что сборная Аргентины просто не достойна Леонели Месси. И есть основания так полагать. С одной стороны, Лео — икона для всего аргентинского футбола и для многих людей по всему миру, и о нем, я уверена, буду вспоминать через века. Но, тем не менее, сейчас, в данный момент, он не просто невероятно талантливый футболист. Он человек, на которого равняется вся сторона. Он человек, на которого равняются все партнеры. В моменте заработанного пенальти против Исландии именно он отправил передачу под удар. И сделал он этот момент просто из ничего. Просто вышка. Мы не можем делать выводы, кто кого достоин или же не достоин в рамках одного или нескольких матчей, или тем более нескольких эпизодов. Но, тем не менее, очередной чемпионат мира кажется провален. Лео действительно лучший. И, по-моему, только по-моему, он стал заложником этой ситуации, потому что у Хорхеса Паоли тупо нет яиц. Кто-то считает, что сборная заправляет не тренер и даже не его штаб, а непосредственно Лео Месси. Я не знаю, так ли это, и вряд ли многие в курсе. Но все же, по-моему, тренером должен быть тот человек, который может стать авторитетом для игрока любого калибра. Даже если это Месси. Ребят, большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети канала, подписывайтесь на мои соцсети. И обязательно делитесь с нами своими мнениями. Для нас это очень важно. С вами была Даша Исаева. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин